Друзья, всем привет! Артём, Капля в море, поехали! Очень часто слышишь с разных сторон, типа, вот, я не могу найти никаких ароматов, ты так классно вроде бы описываешь и вкус, и аромат, а у меня ничего не получается, я вот нюхаю, нюхаю, ничего не нахожу, у меня это не моё, это вот, в общем, у меня нос плохой. Я вам скажу так, когда я только пошёл учиться в школу Сомелье, у меня была истерика, потому что нам наливали вино, и студенты, которые сидели вокруг меня, они уже успели на тот момент отучиться полгода на профессиональном курсе, они накидывали всяких ароматов, всяких вкусов, и я сидел с этим вином и такой, ну где, где же оно? Я не чувствовал ничего, у меня была искренняя истерика, я практически слился, вот, я был на грани того, чтобы перестать ходить в эту школу. Но где-то через месяц я перешёл в такую, знаете, стадию, когда нам наливали вино, я его нюхал, и такой, ага, ну, наверное, сейчас эти вот вокруг, вот эти, они, значит, накидают сюда какой-нибудь там вишни, какой-нибудь черники, там наверняка, может, изюм какой-нибудь будет, каких-нибудь там дым деревяшек, ну, нормально. И они накидывали, они действительно накидывали примерно вот всё, что я про себя думал, конечно же, в разы больше, чем я мог придумать, но я для себя тогда решил, окей, ладно, всё не так страшно, думаю, на экзамене я что-нибудь придумать там смогу. Но прошёл ещё один месяц, и вот я уже начал чувствовать эти ароматы сам. То есть я их не стал угадывать из общего букета, да, а я уже начал их понимать сам. И это очень долгий путь, это очень сложно. А я на секундочку, до этого, 7 лет до того, как я пошёл в школу Сомелье, я изучал виски. Я покупал большое количество односолодовых виски, я много про них читал, изучал, у меня были правильные бокалы, я их, я умел дегустировать крепкий алкоголь, я умел дегустировать виски, понимал в них вкусы, ароматы. И то я ничего не чувствовал в этом вине. В этих бокалах для меня не было ничего. Поэтому с высоты своего какого-то опыта я могу вам дать несколько советов. Ну, во-первых, нужно действительно это захотеть. То есть не так, что что там, где там какие-то ароматы, дай мне свой бокал. Ну, вино и вино, ну, ну пахнет просто белым вином, что ты выдумываешь, нет никаких ароматов. Нет, нужно хотя бы вот просто из любопытства, вот просто для себя искренне как-то заинтересоваться этой темой. Во-вторых, нюхайте всё подряд. Начните нюхать всё подряд. Вам кажется, что вы знаете, как пахнет лимон. Вам кажется, что вы знаете, как пахнет клубника. Вы ничего не знаете, поверьте мне. Вы, может быть, знаете, как пахнет фейри лимон. Вы, может быть, знаете, как пахнет пакетики чая с клубникой. Но как пахнет настоящий клубника и настоящий лимон, вы не знаете. Тысячу раз это уже всё проверяли. Нам в школе, я с ребятами много раз проводил такой эксперимент. если взять пластиковые стаканчики и в них накидать различных источников ароматов там яблочко лимончик там шоколадку и так далее какие-то специи и дать понюхать многие вообще не могут сказать чем пахнет ну вслепую но никто не скажет сразу вот так что а это лимон нет все будут стоять и долго вынюхивать чем же пахнет только лимона блин понимаете или шоколад вы знаете чем пахнет шоколад вы не знаете чем пахнет шоколад попробуйте вслепую но вот это сложно реализовать чтобы вы не знали заранее что вы получили шоколадку это очень сложная задача а что уж говорить о вине ну представьте что вам перед вами поставили такую салатницу и навалили туда значит всяких разных фруктов что ягод туда накидали еще каких-то цветов травы туда же специи каких-то на хера и из мангала взяли еще поле накинули даже на полено туда еще и вот это вот все вот это вот добро вам с закрытыми глазами предлагают понюхать и сказать что же в этой миске лежит звучит невыполнимо правда так оно и есть на самом деле это практически невыполнимая задача и чтобы наш мозг смог вот это все вот различать ему нужно учиться поэтому начните нюхать все подряд едите котлетку понюхайте чем пахнет котлеткой грызете яблоко понюхайте чем пахнет яблоко гуляете по парку сорвите листочек понюхайте чем пахнет листочек чем пахнет желтые листва чем пахнет мог и так далее так далее я вам скажу что я когда только начинал учиться в школе сомелье мало того что я приходил в магазин скупал все фрукты и экзотические и не экзотические все что мог найти я скупал и дома скурпулезно вынюхивал каждый этот фрукт пытался и кстати смешивать в салатницах и находить там какие-то ароматы так более того я в питере шел в парк в большой падал там на землю и нюхал как пахнут фиалки потому что падла там есть фиалки они растут примерно там месяц в году 15 сантиметров над землей похер на всех я падал и начинал вынюхивать фиалки на потеху всем прохожим но раз уж я уж лежу на земле ну тут и землю можно понюхать и траву можно понюхать чем она пахнет главное что там кроме травы ничего не попадало в общем это очень важный момент нам нужно тренировать свою нейронную сеть наш мозг чтобы он понимал чем пахнет настоящие ягоды настоящие фрукты и так далее так далее потому что вокруг нас огромное количество ароматизаторов огромное количество всяких искусственных запахов и мы на самом деле начинаем забывать чем пахнут какие запахи имеют подлинные продукты ну и третий совет это конечно практика но с вином я вам скажу по своему опыту что в одного сидя дома в вакууме очень сложно научиться разбирать все-таки вино это очень сложный букет вино намного сложнее всяких виски коньяков именно поэтому большинство людей все-таки переходят на дегустацию всяких крепких напитков и стороняться вина после действительно с вином разобраться намного сложнее нужен человек который вас будет вам будет подсказывать потому что вот вернемся к той же салатнице где куча всего навалено вот так вы нюхаете непонятно что но если кто-то вам скажет что там есть яблоко и тогда вы мозгом сконцентрируйтесь на поиск именно яблоко и найдете его там потом раз вам скажут что там есть там черный перец выглядит точно да черный перец есть и главное тут не нужно бояться что это про что-то про внушение да что вы начнете находить там то чего не что вам сказали что оно пахнет и вы сразу чувствуете это так не работает вы не будете находить там ароматы которых там нет я вам клянусь поверьте мне просто нужно научиться нужно научиться мозгу вот этот вот большой букет разбирать на составляющих и поэтому как совет поставьте себе программку ви вино про которую я уже говорил только ни в коем случае не используйте для покупки вина она совершенно не для этого я сниму обязательно ролик про вино как им пользоваться зачем нужен ресурс и вот сходите в магазин купите бутылочку вина и просто выберите красивую этикетку рублей за 600 хотя бы придите домой налейте и спокойно не торопясь дегустируйте и через ви вино читайте что пишут другие люди и вот вы читаете что как как описывают это вино другие люди и там раз написано ну яблоко да действительно яблоко раз там и вот вы так раз за разом вы с чем-то соглашаетесь чем-то не соглашаетесь возьмите себе какой-нибудь листочек какую-нибудь тетрадку носите выписывать туда какие вкусы вы чувствуете какие ароматы вы чувствуете не бойтесь что вам подсказывает ви вино или подсказываю я со своих роликов например вы купите такое же вино которое я уже пробовал вот пожалуйста отличный пример смотрите меня нюхайте свое вино и обсуждаете со мной в комментариях или просто сами с собой что есть чего нет с чем согласна с чем не согласна ну и напоследок вам такое домашнее задание по и во-первых начните пробовать вино начните его расписывать во вторых соберитесь компании друзей договоритесь что кто-нибудь один друг у которого вы собственно и соберетесь он закупит какой-то набор этих самых ароматов он купит яблок груши шоколад йод да все что угодно все что вот он захочет придумать ваниль какая-нибудь орехи и в пластиковые стаканчики подготовит вам вот такую нарезанную историю это очень важно потому что вы сами себе такой эксперимент не сможете сделать то что вы будете знать что в стаканчиках находится вот такой ограниченный набор продуктов и вы будете выбирать искать именно из этого ограниченного набора продуктов а вам нужно чтобы кто-то вам сделал и вы не знали что в этих стаканчиках есть и вот попробуйте всей группой всей компашкой вслепую поугадывать что в одном стаканчике что в другом стаканчике что в третьем стаканчике это классный опыт это классный эксперимент это классно прокачает ваши обонятельные навыки, ну и так постепенно вы будете все лучше и лучше и лучше разбирать вкусы и ароматы вина. Ну, на этом у меня все. Подписывайся на канал, ставьте лайки, ваше здоровье! Поехали! Блюдом типа так.